Хуба, привет, с вами доктор Влад. Ну ничего, таблеток нажрался, немножко тормознулся, но сейчас легче значительно. Ну давайте, вы ждёте новости, потому что ещё и новости такие вот. Ну вы сами посмотрите. Есть что-то важное. Ну ладно, комментарий. Анна пишет. А сегодня в 6.40 по Киеву опять ракеты прилетели. Несколько штук попали в жилой дом на Лукьяновке и в детский садик. Погибли люди. И после 11 снова ракеты по Киеву с территории Беларуси отправляют. Вот такие дела. Ребята, это сегодня, вот 2 часа назад. Да. Что тут ещё? Вот ещё пишут, ну это уже где-то, а это из Твиттера. По Киеву выпустили 14 ракет, по жилым кварталам, разумеется. Пляшивый чёрт подаёт участникам саммита G7 какие-то тайные сигналы, смысл которых никого уже не интересует, включая психиатров. Ну ладно. Так, а чё у нас Яха? Яха пишет, интересная новость. Бывший секретарь Майк Помпео, он при Трампе был, призвал вооружить Украину танками и системами Патриот. Вот танки бы надо, конечно. Ну призвал, это ещё ни о чём говорит. Так, в Кремле опровергли предположение о подготовке экстренного заявления Путина. Значит будет, ребята. Это Песков. Но он всегда, как всегда, несёт пургу. Блумберг сообщил о нескольких часах до дефолта России. Часы. Так, что ещё? Захарова назвала чудовищным заявление Джонсона о вреде попыток уладить конфликт на Украине. Да, Борис Джонсон заявил, что любые попытки урегулировать конфликт на Украине, ну в смысле, как говорится, переговорами, да, создадут нестабильность в мире. Да, ну правильно, да. Гнать надо Русню оттуда. Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине. Послал его Путин. Ну не знаю, не грохнули его там. Да вроде нет. Да он не полезет в самый, как говорится, на самый край. Оценена возможность распространения чумы в России. Ну, говорят, что нет, не следует бояться чумы, но, ребята, вы поняли, да? Ещё вот только чумы не хватало для полного счастья. Зато всё быстро закончится. Песков заявил, что подготовка визитов Путина в Турцию пока не ведётся. Так, хорошо. Пушков заявил о попытках Запада экономически измотать Россию. Ну, так это ясен пень. Так, президент Литвы отказался от компромисса с Россией по транзиту в Калининград. Так, доктор, успокойся. Успокоился доктор. Ой, такая рожа. Лукашенко заявил о беспокойности конфронтационным настроям Литвы. Ещё этот лезет туда. Вот ему-то что делать? Господи. Так, в каждой дырке затычка. Так. Лукашенко попросил Путина помочь с ответом на агрессию Запада. А кто его агрессирует-то? Так, Лукашенко попросил Путина помочь с ядерным оборудованием самолётов. Я говорю сегодня такие вещи. Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы Искандер-М, которые могут нести ядерный заряд. Байден прилетел в Баварию на саммит G7. Ну, прилетел, да. Так, что тут ещё? Украина назвала условия переговоров с Россией. Выгнать всех. И тогда переговоры. Ну, я имею в виду все войска. Ну, правильно говорят, да. Вот тут даже пишут такими словами. Так. Россия станет серьёзно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска. Вот так. Это правильно. Так. Нью-Йорк Таймс передаёт. На Украине тайно действует подразделение специального назначения ряда стран НАТО. Да ну и правильно. Помните, я тут пару дней назад ругался. Что-то как-то, ну, как говорится, медленно война идёт. Ну, ребята, ну, я говорю, я не политик. Я говорю то, что вижу. А вот то, что не вижу, на Украине тайно действует подразделение спецназначения. Ну, это хорошо. Так. Замглавы Офиса Президента Украины заявил, что Киев отказался от идеи вступления в НАТО. Ну, правильно, пускай НАТО вступает в Киев. Так. Арестович заявил, что четырёх РССЗО Хаймарс хватит, чтобы разгромить ВСРФ за 20 дней. Ну, не знаю, где-то он берёт такие. Сведения. Ну, вот, главком ВСУ сообщил, что РССЗО Хаймарс уже ведут бои в Донбассе. Ну, что, 20 дней отсчитываем. Так. Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с поставками удобрений. Ну, ребята, ну, вы знаете, что Путин и Лукашенко шантажируют мир и удобрениями, и зерном, и всем, чем можно. Так, что тут ещё? А, вот интересная вещь. Ну, помните, я им рассказывал, Ил-76 грохнулся под Рязанью, да? И вот какой-то эксперт пишет, что вот если бы он был, ну, как говорят, что вообще без груза только пять человек, и у него один двигатель отвалился там, ну, что-то не работал, короче. И вот он мог лететь практически бесконечно на трёх двигателях, а он почему-то присел. Ну, значит, гружённый был. Ну, оружием, скорее всего, ребята, это я так думаю. Так, в набережных Челнах установили билборды с фотографиями героев России. Да, фотки героев России, вот стоят, слава героям России, ну, погибших на Украине, естественно, да? Не хватало им Великой Отечественной войны, вот теперь, и это вот теперь тоже будет победа бесия. Так, в Милане выключили фонтаны из-за засухи, ребята. Это ещё что такое? Италия, да. Засуха, это Милан, это север Италии. Так, что ещё? Цена газа Газпрома вырастет для промышленности, для своей же, на 5% с 1 июля. Совсем денег нет. Алроса, это алмазы, алмазы добывающие. Так, Алроса сообщила о технической невозможности исполнить обязательства по евро-бондам. Так, Алроса тоже пипец, да? Тоже дефолт. Эксперты рассказали, что делать с токсичной валютой. Эксперты рассказали, что евро и доллары лучше конвертировать или вложить в активы. Вон оно что, освобождаться надо, конечно. Так, а вот интересная статья на «Голос Америки». Кто стоит за самоубийствами представителей российской элиты? Вот они всех здесь перечисляют. Так, было обнаружено тело руководителей транспортной службы «Газпром» Шульман. Так, 25 февраля был найден повешенным ещё один высокопоставленный сотрудник «Газпрома» Тюляков. Три дня спустя Отфорд, миллиардер, сделавший состояние на нефти и газе, был найден повешенным в своём поместье под Лондоном. В конце марта миллионеры Василия Мельникова с женой и двумя детьми обнаружили убитыми в их собственной квартире в Нижнем Новгороде. Так, 18 апреля в Москве была найдена убитая семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. И на следующий день на собственной вилле в Испании был найден мёртвым бывший руководитель газодобывающей компании «Новотек» Сергей Протасеня, «Вместе с женой и дочерью, которых убили топором». Ну это вот что? Вот всё в кучу собрали. Я вам так говорил, вроде медленно, да, и печально. А тут всё в куче. Voice of America – это голос Америки. Так, под Воронежем, ну вот сейчас новости уже пошли русские. Под Воронежем задержали бросившую новорожденного сына в лесу мать. Прикиньте, да, нашли сумку, и он живой, живой, его выходили. На пляже российского города заметили гигантского удава в Омске. Не комментирую. Так, зритель кинул яблоком в глаз Галкина в Израиле. Ну там русские, наверное, какие-то сидели. Да, у него под глазом образовался синяк. Ну потому что он против войны, ребята. На Урале задержали выстрелившего в голову школьницы мужчину. Нифига себе, малолетней девочке, да, ой, 72-го. Так, это был задержан местный житель, 72-го года рождения. Так, на фасаде здания в Москве заметили мартышку. Да это Захарова, наверное, пришла в гости. Так, Бузова задрала юбку и показала нижнее белье. Это лента РУ передает. Это, ну какая-то чушь вот. Уже все вот, уже крыша уехала. В Островском районе пропавшую мать двоих детей нашли мертвой. Это где такой Островский? Псковская область. Так, Роспотребнадзор предупредил о фальшивой тушенке из Откарска. Откарск, Саратской области. Фальшивая тушенка, да, можно отравиться. Так, что тут еще? 39 ножевых. Костромичка в ссоре убила сожителя. 39. Так, труп с ножом в груди обнаружили в квартире в Карелии. Так, и твиттер. РФ хочет втянуть Белоруссию в войну. И поэтому наносит удары по Украине из воздушного пространства Белоруссии. Я вам вчера еще рассказывал. Заявляет украинская разведка. Так, массовый авиаудар, минувший ночью. Первый такой случай. Да, залетают туда бомбардировщики, оттуда стреляют. Ну, ракеты пускают из Белоруссии, с территории Белоруссии. А потом улетают назад в Эндельс. Ну, вы знаете, в Эндельсе там у них гнездо вот этих вот бомбардировщиков дальнобойных. Лукашенко заявил Путину, что изоляция Литвой-Калининграда – фактическое объявление войны. В конец долбанулись. Да, оба. Так, что тут еще у меня? В Самарской области охотники за металлом разобрали газопровод. Часть трубы «Газпрома» длиной 260 метров злоумышленники отрезали в районе отважного проезда Жигулевска. 260 метров газопровода. А куда он им? А, ну, наверное, это сдали, да. Так, что тут еще? Так, в Москве из машин начали массово воровать подушки безопасности. Вот еще не хватало, да. Комментарий. И это только начало. Скоро будут тащить дворники, колеса, лобовые стекла. В помойке, которая кроме понтов ничего не производит, в дефиците будет все, кроме понтов. Правильно. Так, что тут еще? G7 согласовала запрет на импорт нового золота из России. Все. Россия больше не имеет возможности торговать золотом. Так. По Ровенской области нанесли два ракетных удара. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры. Это все то же самое со стороны Беларуси. Ракетами. Так. А вот смотрите, цитата. Никогда не догадаетесь, кто это написал. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился лишь от Гитлера. На шестой части земли в СССР выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм. Фашизм сталинский, коммунистический. И сказал это Георгий Женов. Женов. Артист. Нифига себе. Так. Еще раз хочу задать вопрос. Что делает в Совете Безопасности ООН государство, развязавшее войну и грозящее ядерным оружием всему миру? Ну, вот мне тоже непонятно это. Не могут выгнать. Так. Пресс-секретарь президента не стал опровергать награждение Пригожина орденом Героя России. Впервые в истории страны награды вручаются человеку, который сидел за изнасилование и грабеж. Ну, вы знаете, да, какая у него история. Нифига себе. Госдума. Вот, ребят, это тоже очень важно. Госдума готовит поправки, которые позволяют 18-летним подросткам идти на службу по контракту сразу после школы. Раньше для этого нужно было закончить хотя бы техникум. Да, ребят, сразу после школы. Знаете ли вы, что в парке Патриот у того самого храма вооруженных сил РФ уже строят триумфальную арку? Вот оно что. Те, кто уверует в Путина, будет жить вечно и после смерти попадет в дворец в Геленджике. Ну, вот так вот. Почему Север Донецк – это не поражение? ВСУ пожертвовало конем, но получило гораздо больше. Оно обескровило российскую армию, раздолбало 155-й все донецкие склады и дождалось прихода Хаймарс. И все это в обмен на один Север Донецк. Не знаю, это правда или нет ли. Так. Турция запретила российским военным самолетам летать через нее, ну, через Турцию, в Сирию. Израиль раздолбал аэродром, на котором они садятся, а Путин предпочел ничего не заметить. Там еще в Сирии какие-то дела творятся. Так. Что тут еще? Вот тоже важная новость, ребята. Украинцы, вывезенные в Россию, смогут вернуться домой без паспортов. Вице-премьер Украины Ирина Веричук. Веричук. Ну, вот так, ребята. И последнее. Ну, вот, сразу не пугайтесь. Мобилизация срочно. НАТО хочет напасть. Путин молодец. Родина не просто слово. Ядерный удар в 25 махов. Запад загнется без наших ресурсов. Вы прослушали краткий пересказ моего воскресного шашлыка с друзьями. 35 лет. Пара. Вот так вот. Ядерный удар в 25 махов. Ну, вот так, ребята. Я думаю, вы знаете, кто в России общается с ватой. Ну, вот так вот. Все. Слава Богу. Ну, ничего. Я говорю, доктор отошел. Меня не так просто свалить. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова